Магомед пишет, вот тот, что в шапке, муслим, занимается озвучиванием большинства исламских видео, он работает вместе с ваххабистом и салафитом Кастекским. Круто. То есть, например, мы, вот последователи Ахлесуны, мы не будем использовать каллимистические термины для утверждения своего вероубеждения. Ну это, кстати, плохо. Калам крутая штука. Ну, то есть, калам чисто технически крутая штука, более аргументационная, высокая, чем, ну, просто традиция. Ну, ладно. Существовала близость или содружество философии ислама на протяжении 400 столетий. Примерно с 9 века по конец 12 века. Вот, скажем, Ибн Рош Авероис, как бы, последний представитель. Ну, напоминаю, что школу фальсов как бы немножко прессовали. Ну, как немножко? Ну, то есть, правоверные мусульмане прессовали школу фальсов довольно так и приемлемо, жестко. Есть предрассудок, что после 12 века исламская мысль, философская и теологическая практически не... Цунады суфи это очень разные группы вообще людей с разнородными практиками. То есть, относительно суфи вообще ничего лучше не говорить. Это большое количество разных путей, которые позволяют прийти к одному якобы результату. Калаху, короче. Методология разных суфийских братств, она может радикально отличаться. Поэтому там с ними может быть вообще все, что угодно. Не дала ничего нового. И она ушла в некую такую... Теологию откровения, если говорить в терминах. С буддистами, кстати, тоже. Я вам напоминаю, что буддисты, блядь, они как бы в монахе-минахе-шавлине были в том числе. Это тоже буддисты. Вот, я вижу, Магомед, действительно. Проблема в том, что эти мусульмане, которые сидят за столом с Баумейстером, дико хейтят всю исламскую мысль, которой восхищаются европейцы. Да, скорее всего, так и есть. Если они суниты, в чистом виде такие вот коренные суниты, то, конечно, хейтят. Но не ушла в религию просто откровение. Здесь просто мысль начала обсуждать свое уже наследие. А можно с конкретными примерами, именами и так далее? Его применение в современность. А что касается, например, нового, да, что-то вот... Сунад спрашивает, что же такое исламская мысль, которой восхищаются европейцы? Прежде всего, речь идет о философской школе восточных перепатетиков, которая называлась Фальсофа. Это во многом последователи, прежде всего, Аристотеля, ну и в некотором роде Платона. В основном они пытались исследовать божественные проблемы с помощью, ну, непосредственно рассуждений, логических рассуждений, выводили одно из другого, пытались доказать бытие определенного бога, да, соответственно. И занимались огромным количеством других дел, например, медициной. Ну, вот известный Ибн Сина, известный мыслитель, да, вот из этой школы Фальсофа Ибн Сина, он также очень известный медик и вроде бы астроном, да и кем он только, короче, не был, как и все философы древности, да, чем только не занимались. Кроме того, помимо вот этого важного аспекта, нет, они не просто перепатетики, они довольно сложная, сложная комбинация, с одной стороны, перепатетиков, прежде всего, потому что они опирались на тексты Аристотеля. С другой стороны, Платон тоже очень огромное влияние оказал, сейчас я подскажу, на каком направлении. Ну и во-вторых, это, конечно, нас больше всего интересует здесь это, ну, исламская религия, соответственно. Как Платон повлиял? Текстом государства Платон на них повлиял. Большинство представителей Фальсов так или иначе работали на той или иной философской утопии, в которой правит тот или иной мудрый философ, или, наоборот, философ должен так или иначе отгородиться от общества, потому что эту утопию нельзя построить. То есть дискурс этой утопии внутри школы Фальсова был распространен. Магомед Алиев пишет про другие философские направления, но особое почтение у европейских мыслителей, ввиду влияния вот этих вот философов школы Фальсова на средневековую философию, вот особое почтение, это прежде всего к ним обычно идет. Потому что со средних веков, как бы, ну, мы встречаемся с колоссальными-колоссальными отсылками на них. Нет, неоплатонизма там нет, это перипатетизм, не неоплатонизм, а именно коренной такой платонизм из диалогов Платона и из диалога государства прежде всего. И ислам, да. Не неоплатонизм, нет. Неоплатонизма у них нет. Хотя, блядь, смотря кого брать. Ну, ладно, не будем углубляться, потому что там есть пара исключений, у которых действительно неоплатонизм. Но давайте опустим все подробности. Продолжаем. Какое государство, как, почему государство Платона такое влияние оказало, скажите, пожалуйста. Я не могу сказать, почему оно оказало такое влияние. Но является фактом, что философы школы Фальсова разрабатывали модели государств, похожие вот на государство Платона, только примешивали туда религию, ислам, священную вот такую вот прекрасную, да, религию, божественность. И, ну, просто вот этим вот богом, бог имел прежде всего отношение, ну, непосредственно с философом, мыслителем, да. Для школы Фальсова, как и, в принципе, для перепатетиков и для платоников, фигура философа, она была очень, очень, как бы, ну, значимой. И, а с другой стороны, понимаете, для суницких, для суницких представителей сунизма вот такая вот позиция, что философ в некотором роде оказывается даже выше пророка. И философ оказывается непосредственно, ну, может, не выше пророка, конечно, но, по крайней мере, выше некоторых аспектов учения. То есть разумное преобладает, разумное преобладает над всем остальным цунадо. Вот в чем дело, у Фальсовы. И это вызывает у многих суннитов, ну, недоверие к ним, недоверие к методам перепатетиков, и поэтому, ну, тут много хейта тоже спускается. Потому что они не представляют себе, как можно построить идеальный город по типу государства Платона, в котором во голове над всем стоит великий, замечательный философ, восточный перепатетик по типу, там, Ибн Сины и прочих. Альфа-Араби там, например, да. У них у всех были проекты вот такой вот религии интересной. Ну, не религии, такого вот города, идеального города мечты, утопии. Вот. Но хотя ближе к позднему развитию школы Фальсово у нас возникают уже, ну, исключения. То есть философы начинают понимать, что в рамках исламского государства, в рамках исламской религии они не могут построить идеальное государство. И начинают преобладать вот среди учений знаменитых перепатетиков восточных такие позиции. Ну, вот надо наоборот. Либо уединиться в городе, либо вообще уйти нахуй из города, как уйбам тайми, да. Уйти нахуй из города, на остров куда-то уплыть. И там одному жить и постигать, короче, Господа Бога. Как-то вот. То есть, видите, проект утопии пришел в упадок непосредственно. И действительно, философы этой школы Фальсово, они начали как бы вообще удаляться от народа и удаляться от всех политических проектов. Но это тоже было связано именно с разочарованием в утопическом вот этом проекте, который нельзя было реализовать в рамках ислама. Вот, вот что классно. На платформе философской, даже больше политической, да, партии появлялись, безусловно, также на философских, как бы, манерах. Саид Кутб, пожалуйста, там. Саид Кутб? Саид Кутб, конечно, замечательный человек. Напоминаю, что его идеология во многом вошла... Как бы вам тонко сказать, чтобы меня на Твечу не забанили в идеологию исламского государства отчасти. А Саид Кутб я читал, хороший дядька, интересный. Вообще, как ни странно, так называемая исламская философия, она, понимаете, из такой вот фальсовы, фальсовы, калама хорошего, качественного, ашаризма, постепенно начинает переходить. Ну, то есть, появляется все больше и больше таких радикальных мыслителей. А вот о мудрых таких вот ребятах мы слышим все меньше и меньше, соответственно, да. То есть, исламская мысль начинает порождать не каких-то умных мыслителей, которые создают что-то новое, а наоборот, все более и более радикальных фанатиков, которые просто, ну, все лучше и лучше работают с самим текстом религии, и все более и более фанатично это делают. Вот. Но это уже анти, на мой взгляд, философия начинается в этот самый момент. Как воинственное, агрессивное мировоззрение, которое фактически одно из главных угроз 21 века. Так ислам воинственное мировоззрение. Христианство воинственное мировоззрение, я хуй знает. Буддизм даже во многом воинственное мировоззрение. У всех трех мировых религий, кстати, у науки тоже, правда в науке это не проговаривается, как бы в текстах, есть доминанта захвата всего мира. То есть, понимаете, и христианство хочет захватить весь мир, и буддизм хочет освободить всех живых существ. Ну и в исламе прям, да даже иудаизм, да, конечно же, ну иудаизм тоже в том числе. Вот. Так в исламе это просто вообще напрямую прописано. Кого и в каких условиях надо пиздить, короче. То есть, в исламе все довольно просто, потому что, ну, в исламе написано, ну вот у нас есть соседи, да. И соседи, которые не придерживаются ислама. Если они могут нас отпиздить, давайте-ка как-то будем защищаться, но не особо на них нападать. Когда мы сможем их отпиздить, мы их пиздим, соответственно. То есть, там целая теория, в общем-то, из этого вырастает, и с ней, в общем-то, работает. То есть, по-хорошему, если бы ислам мог нас отпиздить, условно говоря, европейцев, если бы ислам мог отпиздить Европу, мог отпиздить Россию, мог отпиздить там США, он бы это сделал. Без проблем. Просто в исламе, там, эта система, она как бы вообще прописана. То есть, она вообще четко прописана, что и в каких случаях желательно, наиболее желательно делать, соответственно, да. И в любом случае, если на тебя напали на твою уму, например, на твое сообщество, блять, отвечаешь нахуй без проблем, пиздишь все, что движется, да. Нападение тебя вообще может провоцировать, прямо на все, что угодно потом. Главное не убивать человека, который принял ислам. Если, в общем, люди там в городе, который вы завоевали, принимают ислам, ну, значит, все нормально, как бы. Похоже, все не так уж и плохо, своих братьев, мусульман мы трогать не должны. Желательно, желательно как-то воздержаться от этого. То есть, ислам вообще очень завоевательная религия, и во многом поэтому это и обусловило успех ислама. Ну, то есть, говорить, что ислам мирная религия, наверное, все-таки не стоит. Я здесь не вижу никакой мирности, но это и неплохо вроде бы, потому что и христианство не очень мирная религия, да и буддизм стремится к мировому господству, да и да все вокруг стремится, все большие интеллектуальные образования стремятся к мировому господству. Для ислама эта форма выживания просто была на протяжении огромного времени, не просто выживания, но и завоевания огромного количества территорий. То есть, вы понимаете, что, блядь, первые халифы, первые четыре халифа, они по сути завоевали, ну, наибольшую часть территории ислама. То есть, блядь, было четыре праведных халифа, четыре нахуй праведных, всего-то четыре праведных халифа. В эпоху правления первого просто продвинулись очень глубоко на восток, прям вообще глубоко на восток. Остальные халифы закрепили результат. Почему? Потому что ислам, мирная религия, буквально, понимаете, за считанный век, как бы, вжух, и почти весь мир, как бы, ну, не весь мир, но, по крайней мере, значительная часть той территории, которая в свое время принадлежала Александру Македонскому, да, она, в общем-то, оказалась под властью ислама. Очень быстро, довольно быстро. Ну, почему? Почему? Потому что мирная религия, да не очень она мирная. И это неплохо, на самом деле, это неплохо. Это просто стратегия доминирования и выживания, причем в довольно жестоком мире, определенной эпохи, и это нормально. То, что ислам является угрозой сейчас, 21 века, не знаю. Не знаю, насколько ислам является угрозой. И тут вопрос заключается в том, насколько, как бы, насколько много мы готовы спонсировать ислам оружием непосредственно, которое может действительно, ну, в общем-то, отвечать наш, ну, оружию европейцев и американцев и так далее. Если не будем спонсировать, ну, наверное, им будет тяжело. Хотя сейчас уже все доросло до такой вот... Современный ислам, он куда более мягкий, чем ислам. Ну, то есть, вот такой вот, более-менее, более-менее древний, да, тот, к которому многие террористы стремятся. Вот тот ислам действительно был жестче и был более завоевательный. Сейчас среднестатистический мусульманин, довольно мирный человек, это довольно человек умеренный, с умеренными взглядами, никого убивать он не хочет. Магомед Алиев пишет, тут справедливости ради, с обычным населением действительно довольно мирно общались, плюс налоги были невысокими, так как арабы были бедными и претензии были не столь высокие, чем у прошлых богатых империй. Да, я здесь согласен, Магомед, но просто принцип завоевания, принцип войны в исламе, он как бы, ну, прописывается, и это нормальное дело. С другой стороны, ну, мусульмане тоже люди, и их основное устремление, это не то, чтобы истребление всех вокруг, это как бы сделать мусульманами других людей, по сути. То есть, для мусульман, вот, ну, прерогатива, ну, ладно, самая важная, самая важная часть в исламе, это защититься, конечно. То есть, на твою ум он упадает, блядь, защищаться надо вообще в любом случае. Я, по-моему, не знаю ни одного, в общем-то, правоведа исламского, ну, вот, как факихи, да, ни одного факиха, не знаю, который бы при этом говорил, блядь, ну, если даже на вас нападают, никого трогать нельзя, нет, блядь. Если на вас нападают, все, как бы, все, джихад меча начинается вообще без каких-либо вопросов. Просто есть разделение на джихад сердца и джихад меча. Мне джихад сердца, например, ну, больше, как бы, нравится, и он больше такой, знаете, христианский, что ли, в нем есть такой вот аспект христианский. А джихад меча, ну, вот, там бывают некоторые вот вариации с джихадом меча. Вот. И да, конечно же, основная цель, это, как бы, не тотальное истребление всего доселения мира, а наоборот, это, как бы, приведение всех к исламу. Ислам мультинациональная религия. Человек любой национальности, любой расы, любой внешности абсолютно может придерживаться ислама. Никаких ограничений в этом смысле в исламе по отношению, никаких расовых ограничений в исламе нет. Темнокожий человек может быть мусульманином, и поэтому, как бы, Египет и там, вообще, Северная Африка очень легко приняли ислам. Ну, и там, кстати, очень интересный скачок в определенную историческую эпоху был, когда ислам перескочил на Испанию и завоевал ее на там реконкисты и так далее, так далее, так далее, короче. Ну, реконкисты, как бы, это наоборот, когда от мусульман избавились. Так вот, кстати, некоторые мыслители из этой школы перепатетиков, они как раз существовали на территории, завоеванной мусульманами Испании. Опа! Вот как интересно. Так, Магомед Алиев пишет, у шиитов, если нападают и конец неизбежен, нужно притворяться, что встаешь на сторону врага, принимаешь его взгляды и не жертвовать собой. Ну, шииты в данном случае очень интересны. Ну, я представляю, что у шиитов вообще все, что угодно может быть, потому что шииты это, ну, это как раз зона дробления религиозная. То есть, если сунизм это, как бы, такой большой монолит мощный, то шиизм это как раз зона тотального дробления. Ну, такие, она, кстати, вроде бы не только у шиитов, она еще и у суфиев имеется. Причем этот принцип такие, он, насколько я помню, распространялся прежде всего не против представителей, там, врага, а против самих мусульман. То есть, вот это вот такие, она, вроде бы, я могу ошибаться сейчас, Магомед, я могу ошибаться, но, по-моему, этот принцип возник у суфиев. И суфи прежде всего спасали себя, как бы, ну, то есть от других мусульман, чтобы они не знали, что мы там, там, всякие танцы танцуем, там, Аллах кричим и все такое. Вот, такими практиками занимаемся, которые кажутся сомнительными. Вроде так. Или я что-то путаю. Путаю, 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 ну, пишет, тут, возможно, ты прав. Но, кстати, я могу путать, потому что я по исламу, ну, ислам из всего Востока у меня самый слабый, напоминаю, да.